Всем привет! Надеюсь, меня видно и слышно сейчас, потому что у нас уже время... Да, кстати, доброе утро или, наверное, добрый день, не знаю, потому что у нас, сколько, уже почти 8 вечера, а мы только недавно проснулись. Да, и я так сидела, думала, сейчас зашла, то есть, как всегда, первым делом на новостной канал, да, на CNN, и почитать, думаю, новости. И когда я просто каждый день вижу эти непонятные заголовки, я думаю, блин, наверное, может про это тоже рассказать. Но сначала я хотела сказать, да, о том, что следующие видео, которые будут, наверное, сколько, 2-3 видео, два по запросу, постараюсь уже скоро их доделать, потому что у нас двух камер, как бы, поэтому не очень удобно об алкоголе, потому что мы съездили в Walmart и в Meyers, в Meyers, да, поснимали маленько алкоголь, но там, может, вам интересно, раз спросили. И, да, Starbucks видео, все. Пока вроде по запросам все. Вот. И еще одно тоже интересное, ну, не знаю, интересно, неинтересно, но кто следит, как бы, за нашим визовым процессом. Вчера мы ездили к нашему адвокату, там снимать, к сожалению, нельзя, поэтому снимать ничего не получилось. И, да, сейчас у нас процесс, как бы, по-моему, легализации он называется, или натурализация какая-то. Это когда у меня уже интервью на получение, как бы, грин-карты, да, он уже на утверждение. Два дня назад я получила свое, как это называется, разрешение на работу, то есть это такая карточка обычная. Сейчас я ее найду. И, да, вот так вот выглядит, где это написано, разрешение на работу, не знаю, видно? Видно? Вот, разрешение на работу, обычная карточка пластиковая, то есть с моим номером, с отпечатками пальцев, с датой рождения, с местом рождения, с тем, и сколько фотографий, и сколько эта карточка действительно, да. Она действительно год, но как только ты получаешь грин-карту, как бы, это уже становится недействительной и, в принципе, ненужная карта. Вот, но она остается, никуда не девается. Да, вот, поэтому мы съездили к адвокату для того, чтобы, как бы, отрепетировать интервью, которое нам предстоит. И, на самом деле, интервью такое, ну, не знаю, то есть, когда она меня спрашивала, я уже, в принципе, к этим вопросам привыкла, потому что у меня было первое интервью, это J1, это студенческая виза, и второе интервью было в Москве на получение моей визы невесты. Вот, поэтому здесь, в принципе, ну, здесь уже будет так пожестче, уже никто с тобой, там, не спрашивает по-русски вам или по-английски задавать вопросы. Да, спрашивают именно, бывает, что интервью идет, там, минуту-две, то есть, они спрашивают, то есть, если они уже рассмотрели ваше дело и уже все знают, и уже, в принципе, им ничего больше не интересно, они говорят, что окей, как вас зовут, как зовут вашего мужа, где вы там живете, не знаю, какой у вас адрес, и, в принципе, как вы познакомились, ну, и все, клево, спасибо, вы получили вашу визу, ой, не визу, а грин-карту. Но сейчас меня, то есть, предупредили, что из-за всей этой суматохи в Бостоне ко мне могут быть больше вопросов, так как они говорят, что они не называют, то есть, ребята были, получили свое, они были гражданами США, и они были, не были почти в Чечне, да, Тамерлан вырос, по-моему, в Чечне, а Джохар, он там буквально, по-моему, даже не был никогда в Чечне, не был в России, они говорят, что они не американцы, они не чеченцы, они говорят, что они русские, то есть, поэтому к русским сейчас очень такое будет, везде проверять будут, вот. Поэтому она так взяла, прошлась по вопросам, которые мне будут задавать, вообще, как проходит интервью, мы еще пока не знаем, все только на теории, но когда мы будем там, и потом, конечно же, все это расскажем уже по... на, как бы, по прошествии, да, поэтому задала вопросы, то есть, вопросы о России, о том, где мы живем сейчас, иногда попадаются такие, как их называют, консулы, да, или работники миграционной службы, которые задают вопросы личного характера, то есть, не всегда они бывают такие очень корректные, и если вы себя чувствуете некомфортно, вы им можете прямо так и сказать, что если я чувствую себя не очень комфортно, отвечать на этот вопрос слишком лично, потому что я знаю некоторые ситуации, когда спрашивали у, например, жениха, да, у мужа, спрашивали, какого цвета белье сегодня на вашей жене, или спрашивали, на какой стороне постели она спит, или в чем она спит, то есть, это нам, наш адвокат, она сказала, что это вполне такой, очень, не то что популярный вопрос, но чаще всего, часто его задают, то есть, в чем спит ваш муж, или в чем спит ваша жена, то есть, вот такие вопросы, там, какой цвет глаз, цвет волос, понятно, ну, подобного характера, посмотрим, какие вопросы будут у нас, вообще, на сколько это затянется, потому что иногда у некоторых людей интервью затягивается даже на полчаса, я себе представить не могу находиться, вот эта там комната, она буквально, наверное, метр пол, ну, два на два, может быть, она очень-очень маленькая, даже иногда туалеты больше бывают, чем эти комнаты, вот, там очень маленькая комната, то есть, ты сидишь прям вот за одним столом, прям напротив консула, и да, очень так бывает даже не, не уютно некоторым людям, но, тем не менее, куда деваться. И да, вот, наверное, это все про интервью, я просто не знаю, что еще рассказать, пока еще ничего не знаем, так что, как только вернемся с интервью, тогда все расскажем, и, ну, на примере, на своем. Да, в тему к адвокатам, меня постоянно спрашивают, что действительно, что ли адвокаты, такая распространенная и, как бы, всеобщая черта американская. Действительно, у многих есть свои адвокаты, но если что-то, если даже нет своего адвоката, если что-то происходит, всегда нанимаются адвокаты, и это везде, то есть мы проезжаем по городу, это везде эти баннеры, там, как это, авария, да, произошла у вас, звоните тому-то, тому-то, здесь у вас то-то произошло, звоните этому-то, этому адвокату, то есть действительно адвокаты, это очень такая здесь распространенная черта характера американского. И, например, у меня муж учит русский по, как, ютуб-урокам Виктора Хулиганова, по-моему, так его зовут, я не слежу, как бы, за этим, но у моего мужа очень нравятся эти уроки, там такой дядька очень забавный, но я его не понимаю, потому что у него такой акцент сильный русский, и я не претендую, не говорю, что у меня там нет абсолютно акцента, у меня тоже есть акценты, он очень такой еще жесткий, но его акцент это вообще, это кошмар. И вот он иногда в конце уроков рассказывает какие-нибудь анекдоты, но с таким очень серьезным лицом и очень, так, не смешно получается. Я тоже очень не очень хорошо рассказывала анекдоты, поэтому мне просто эта шутка очень понравилась, и она как раз в тему к этому вот видео. В купе, в поезде сидит, сидят четыре человека, кубинец, русский и американец со своим адвокатом. Может, кто-то слышал. Кубинец говорит, о, у нас только сигар на Кубе, что мне, в принципе, без разницы, я могу сейчас вот взять и выкинуть эти вот все сигары, которые у меня с собой, вот он берет целый чемодан, сигар выкидывает в окно, и говорит, у меня их столько. Русский говорит, да ладно, твои сигары, у нас в России у меня столько икры, что мне даже неважно, я могу взять этот весь чемодан икры и выкинуть его, и берет на это в окно, выкидывает. Американец, так сидел, сидел и молча просто берет, то есть выкидывает своего адвоката за... за борт, как-то за окно. Лопата. Вот, ну это вот в тему к тому, что да, что у всех есть адвокаты. Не знаю, как у всех, но нам, то, что у нас есть адвокат, это очень-очень помогло, потому что некоторые девочки действительно ждут очень-очень долго процесса визового, и все как-то происходит, когда это через просто миграционную службу, потому что мы, когда приезжаем в миграционную службу, мы видим, как они обслуживают людей, то есть даже если ты брать здесь, в Америке, где все тебя облизывают, да, с ног до головы, и все тебе готовы вот все, чтобы только тебе было хорошо, на самом деле в миграционной службе и в таких государственных конторах, там люди все-таки виден подуставшие со всей этой кучей работ, и тем более там в миграционной службе, где они видят этих иммигрантов, да, везде-везде, каждый день пытаются им объяснить, потому что не все говорят по-английски хорошо, просто на них смотришь, какие они все замучили, они с тобой очень так тихо, медленно, очень разговаривают, в общем-то не торопятся делать свою работу, да, о чем я, и поэтому действительно, когда вы делаете вот эту визу, визу невесты, например, насколько я слышала, я не уверена, не обещая ничего, на 100% не говорю, да, с адвокатом у нас все прошло действительно очень-очень быстро, даже, по-моему, не было 4 месяцев, то есть мы все начали в конце где-то мая, подали как бы, да, то есть мы уже через 2 недели получили ответ, да, то есть мы подали, по-моему, 20 какого-то мая, и уже в 10-х числах июня мы получили свой первый «но», да, или как он называется, первый пакет с документами, ответ как бы на него, поэтому очень клево, и с Айрой огромное мы всегда будем спасибо говорить, и да, то есть даже сейчас, когда мы ей выплатили как бы уже всю сумму, она все равно сказала, что после интервью, до интервью, все еще все равно звоните, консультируйтесь, спрашивайте, поэтому очень круто. О чем еще? Еще я так думала, вот, с утра зайти на CNN, и я обалдела от всех этих, я уже об этом говорила, нет? То есть да, говорят все-таки о Джохаре, о Бостоне, о Техасе, очень, кстати, сейчас немного говорят, то есть я знаю, что уцелевшие дома возвращаются люди, но о Бостоне тоже уже как бы говорит не о чем, уже не столько говорят о Татамерлане, вообще не говорят, так как его застрелили, о Джохаре он дает показания, но все-таки, наверное, ему смертную казнь предстоит получить. Я иногда теряюсь с русскими словами. И больше сейчас говорят о жене Тамерлане, которая никак не хочет давать показания, то есть их дом, в котором они жили, выставлены сейчас на продажу за полмиллиона долларов, а жена его вместе с ребенком переехали обратно к ее родителям. И сейчас как бы с журналистами никто из семьи не разговаривает, только ведет все переговоры с журналистами, ведет их адвокат. И второе, как бы, о Бостоне все же, это мать Джохара и Тамерлана, которая сейчас в Дагестане, по-моему. Она не давала показания, вернее, она сказала, что да, они не виновны. И сейчас как бы начали из этого, того, что она живет не в США, начали копать, узнавать, что знает она. И нашли абсолютно другой факт, в том, что в 2012 году она была, наверное, здесь. Да, они жили тут и здесь. И она совершила кражу в магазине на почти 2000 долларов. А здесь, в США, когда происходит кража на больше, чем на 2000 долларов, это федеральное преступление, да, federal crime. Федеральное преступление, не знаю как. За это, то есть, как бы, за это вас посадят в тюрьму. И, да, она не явилась в суд. То есть, теперь ей уже точно, как бы, светит арест. И сейчас ее пытаются вызвать сюда, в США. Если нет, то ее задержат там и как-то сюда перевезут. То есть, да, вот это вот новости. И что еще на сей, наверное, рассматривают? Какой-то мужчина нашел у себя в кармане 14-летний бургер. Весело, да? Да, так что это все новости, наверное. И завтра мы посмотрим, что будет еще интересного. Потому что у меня уже темнеет абсолютно за окном. И вам всем хорошего дня. И только хороших новостей. И, да, увидимся скоро. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok